А сегодня день поучительный. У меня на днях истекает проездной карта тройка. Я покупала 60 поездок. Оказалось, что они лимитированные на 45 дней. Когда покупала, долбилась во глаза или же этого не было написано в банкомате. С большим трудом за эти дни я проездила только 10 поездок, а значит 3000. Оставшиеся у меня просто улетят. Выставить такую оплаченную тройку на авито не получается. Объявление постоянно блокируется как личный документ, как продажа личных документов. Отдать мне ее некому, поэтому баланс просто сгорит. В моем случае выгоднее всего сделать из этой тройки кошелек, и затем уже с этого кошелька будут списываться средства каждую поездку по какому-то улучшенному прайсу, а деньги назад не возвращаются. Еще есть новость по кофе. Вы вообще знали, что якоб с монарх подделывают? Я, допустим, такого даже предположить не могла. Возрешила я заказать себе кофе якоб с монарх оригинал с самым настоящим кофеином, на который у меня, по всей видимости, прошла реакция. А он пришел поддельный с Валбереса. Ну, собственно, я пошла в магазин, поснимала, как выглядит настоящий кофе, доказала, что тот, что у меня подделка, и мне вернули деньги, ибо мне пришла какая-то несусветная пыль. Вот я показываю свой якоб с день и ночь, который без кофеина, и он симпатичный. А вот подделка. Я вам скажу больше, он еще и упакован в будущем. Дата упаковки даже сегодняшнему дню не соответствует. Да я еще больше скажу, я могу его есть ложкой хоть сколько, и вообще ничего не будет, он даже не горчит. Это просто пыль. Упражнение сегодня даже не снимала, потому что, ну, не хотелось мне себя снимать. Габариты увеличились. Причину описывала вчера. Эти дни у меня такие огорченные. А вот смотрите, такая оранжевенькая, оказывается, вся, даже с телефоном и с тапками. Мост ягодичный делала 90 килограмм, остаток, добивка. Доходила немного на дорожке и со всеми пройденными шагами вровень в ночь ухожу из спортзала. Дадыкс, пока, до свидания, всего хорошего. Знаете, что забавно? Я сейчас в вечернем окне увидела, что у кого-то играет шоу Пабло Воли на телевизоре. И я поняла, что у меня дома телевизора нет. Только сейчас я поняла. Какой приятный диалог с Авито. Я там кое-что продаю, но как бы даю безвозмездно. Экономлю людям по три тысячи каждого. Потом предлагаю перевезти мне за это денежку. Меня спрашивают, а почему вы даете такое ценное просто так? Не боитесь, что вас обманут? На обман я согласна изначально. Пусть пользуются. Кому они этим лучше сделают? А мне уже повезло.